По всем регионам наблюдается динамика роста гражданской активности. Об этом было сказано на республиканской конференции перспективы развития аильных округов, организованной Агентством развития и инвестирования сообществ АРИС. В ней приняли участие около 500 представителей аильных мэтту и депутатов местных кинейших со всех областей республики. Тема продолжит Нургуль Саматова. В течение последних четырех месяцев было проведено исследование в 136 аильных аймаках. Оно показало, что большинство из них имеет средний и высокий потенциал для развития, а также высокую информированность граждан о социальных услугах. Оценка вообще построена и проводится тремя критериями. Это базовый потенциал аильного аймака, есть управленческий потенциал и предоставление социального, то есть социальный потенциал. То есть вот эти три основных критерия, они будут проведены оценкой исследований силами агентства нашего и впоследствии эти результаты будут предоставлены всем аильным аймакам. Практически во всех регионах, кроме Чуйской области, отмечается большой вклад гражданского сектора в решение местных вопросов. К примеру, в Баткенской, Ожской, Джалабадской и Сыкульской областях. Между тем, член наблюдательного совета АРИС Анара Дауталиева уверена, что многое зависит от главы Айлок Мэтту. Как дальше мы можем напрямую инвестировать в сообщество? И если само сообщество и сами правильно избранные главы Айлок Мэтту смогут это реализовать? Вы знаете, Айлок Мэтту, что это не просто тебя выбрали начальником, он должен быть всесторонним, на нем инфраструктура. Вы знаете, там более 20 полномочий государство передало, делегировало. Это большая ответственность. Главы Айлок Мэтту должны решать вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, обеспечения малоимущих семей твердым топливом, профилактика религиозного экстремизма, улучшение межнациональных отношений также зависят от деятельности чиновников такого ранга. Кроме того, участники отметили необходимость повышения потенциала депутатов местных кенейшей и решения кадровых вопросов. Нургуль Саматова, Айна Скадырова, Общественный Первый канал.